Президент России планирует 30 сентября выступить с посланием Федеральному собранию. Об этом говорится в отчете британской разведки. По ее данным, существует цитата «реальная возможность, что он объявить о присоединении к России Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей Украины». Между тем, там сегодня завершились так называемые референдумы, где на голосовании был выставлен вопрос о желании или нежелании войти в состав Российской Федерации. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях начались 23 сентября. Российские власти полностью не контролируют ни один из этих регионов. Однако, это не помешало оккупационным властям отчитываться о рекордной явке и желании людей поскорее стать частью России. Товарищи, мы приглашаем вас на референдум о вхождении в состав Российской Федерации. На протяжении четырех дней так называемые референдумы проходили на выезде. В последний же день открылись традиционные избирательные участки. Подготовлено соответствующее обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос, в установленном законодательством Российской Федерации, порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации. Впрочем, пока российские СМИ показывают кадры людей, стоящих в очереди на избирательных участках, украинские журналисты поделились кадрами с вооруженными солдатами, сопровождающими членов избирательных комиссий, которые обходили дома, чтобы собрать голоса. А в Мариуполе, почти полностью разрушенном в результате весенних боев и захваченном российскими войсками, люди голосовали на улицах. За четыре дня много проголосовало? Очень много. На нашем участке только за вчерашний день было больше, свыше 900. Между тем, РоссМИ со ссылкой на источники в Совете Федерации и правительстве Крыма пишут, что в России может появиться новый федеральный округ, куда якобы войдут оккупированные территории. Называться он будет «Крымский», а возглавит его бывший вице-премьер, экс-директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Впрочем, в Кремле эти сообщения комментировать отказались. Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать. И Киев, и Запад объявили, что референдумы незаконные и результаты голосования признаны не будут. О фиктивном характере прошедших плебисцитов заявил и госсекретарь США, выразив мнение, что Украина может забрать эти территории. Украинские власти, между тем, заявили, что возбудили уголовные дела против организаторов референдумов, а Великобритания ввела против них санкции. В список вошли 89 физлиц и три организации. Продолжение следует...